Ну, первого февраля только? Кошмар! А первого железного, Евгения! Ксюшка возвращается, я прочитала! Савтра от минус 8 до минус 10 и снова снежно. Официальный доллар 78,49. Всеволод Бойко, служба информации. Ой! Да, 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 это хорошо, это хорошо. Ну да. А мы, значит, вчера еще читали подробно и обсуждали, ловшись не малышно. А, это очень сложно. Я его обожаю. Сначала мы разбирались с сюжетом Первого канала. И его ловили на некотором несоответствии действительности. Потом как раз читали журнал и рассказывали про статью. Хорошая, мне понравилась. Ковалева, да? Да, да, да. Нет, я прямо распечатала себе. Про шакалов? Да, это я по... Шайтаны! Шакалы, шайтаны! Ух! Клевещут! Да, да, да. Нет, там, ну и в Инстаграме тоже. Шакалья стая! Вопросов много. Сейчас, я не успела посмотреть. Я это обожаю. Уважаемый Евгений Марков, я с вами одного поколения. Строить свою жизнь где-то кроме России постно. Скажите тебе, что вы посоветоваете образованному молодому человеку? Юноша! Юноша! Про Кадыров очень много спрашивают, на самом деле. Я понимаю. Стихи тут какие-то. Кто настоящий президент России? Путин или Кадыров? Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгаура, и я рада приветствовать. В этой студии главного редактора журнала «Нью Таймс» Евгению Альбатсу. Здравствуйте. Татьяна, здравствуйте. В эти минуты в Москве проходит акция памяти Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой. Было проведено расследование, был суд, найдены люди, которые убили Станислава и Анастасию. Что-то поменялось вообще за это время? Вот для людей, для журналистов, для адвокатов. Потому что мы следили и за Борном, потом и за делом Хасиса Тихонова. Я не думаю, что что-то сильно поменялось, кроме того, что мы, благодаря делу Борна, мы узнали о связях вот таких... ...крайних националистов с администрацией президента. С тем, как люди, которые там работали, да и продолжают работать, как помощник президента, господин Сурков, как они так или иначе направляли этих людей. К сожалению, процесс по делу Борна не перешел во вторую фазу, в которую хотелось бы, чтобы он перешел, а именно, чтобы была расследована история взаимоотношений, значит, людей сборно с заказчиками из администрации президента. Вот это осталось как-то в стороне. Это первое, что касается сегодняшнего марша. Вторая очень важная история, что там сегодня не только марш памяти Меркулова и Бабуровой, там идет колонна ЛГБТ, потому что на рассмотрение в Государственную Думу внесен законопроект, который ограничивает права ЛГБТ-сообщества, запрещает им проявлять какие-либо эмоции публичные и так далее по отношению друг к другу. И для многих людей из ЛГБТ-сообщества это реальная и больная очень проблема. Им придется уезжать из страны. И поэтому было очень такое эмоциональное воззвание знаменитой журналистки Лены Костюченко, замечательной совершенно журналистки «Новой газеты», которая обращалась и к коллегам, и к согражданам с просьбой не выйти на этот марш, чтобы не допустить, в том числе, принятие этого очередного бесправного закона в Государственной Думе. К другой теме тогда я перейду. Но, возможно, она как-то, может быть, и связана, не связана, но, во всяком случае, про журналистов точно. Подавляющее число вопросов на сайте к вам связано с высказыванием Рамзана Кадырова. В соцсетях, в Инстаграме глава Чечни очень много всего писал. Сегодня появилась колонка в «Известиях». Вот как вообще к этому относиться? Давайте для начала к журналисту. Потому что там говорится очень много именно про журналистов, «Нью Таймс» там не упоминают, но я думаю, что вряд ли Рамзан Кадыров относит ваш журнал к числу приемлемых с его точки зрения. Я думаю, что журналисты должны к этому относиться, прежде всего, без страха. Потому что нельзя себе позволить бояться. Об этом надо писать. Надо говорить о том, что снесло крышу совершенно у первых лиц Чеченской Республики, что в тех формулировках, которые выражаются и Кадыров, и спикер Чеченского парламента по кличке Лорд, и сенатор от Чечни в Совете Федерации, и депутат Государственной Думы Делимханов, это за пределами добра и зла. С моей точки зрения, конечно же, эти люди имеют право на свое мнение, нет вопроса. Но поскольку это люди, которые обличены еще какими-то государственными должностями, я думаю, что эти высказывания так или иначе должны стать предметом, как минимум, разбирательства СПЧ. И я очень благодарна Эле Панфиловой, что она не промолчала. Одна из немногих, она и, собственно, и Нарышкин высказались хоть как-то по этому поводу. И Эля, конечно, тоже досталась от Кадырова. Самое, конечно, любопытное, это почему вдруг Рамзан Кадыров решил, что он может себе позволить пугать российские СМИ, пугать СМИ, которые являют... часть этих СМИ... значит, СМИ... частные СМИ, которые... которые никаким образом не финансируются правительством Чеченской Республики. правда? И у Кадырова нет и не может быть никаких притязаний на то, чем занимаются средства массовой информации. И вот это очень интересно. У меня существует на этот счет три версии. Первая версия. что мы являемся свидетелями подковерной борьбы между представителями ФСБ и представителями внутренних войск, которые возглавляет генерал Золотов, за сферу влияния. Как мы знаем, именно ФСБ арестовывало людей, подозреваемых в том, что они убили Бориса Немцова. И именно ФСБ, значит, осуществляет оперативное сопровождение расследования по делу убийства Бориса Немцова. Одновременно с этим подозреваемым в непосредственном исполнителе, в том, что он был непосредственным исполнителем убийства Бориса Немцова, был действующий на тот момент сотрудник полка «Север», который относится к внутренним войскам Российской Федерации, которые возглавляет, как известно, генерал Золотов. Конфликт между Бортниковым и Золотовым не новый. Это, может быть, одно из проявлений этого конфликта. Это только моя версия. Но мы знаем, что одна из причин, почему следствию не удалось допросить Руслана Геремеева, которого подозревают в том, что он мог быть организатором убийства Бориса Немцова, заключалась ровно в том, что сотрудники полка «Север» заблокировали всякий доступ к селу, где он находился. Я напомню, что Руслан Геремеев — это майор полка или батальон, его по-разному называют «Север». И, собственно, человек, который представляет... Это клан очень близкий к клану Кадыровых. И человек, который представляет этот клан, член Совета Федерации Сулейман Геремеев, тоже позволил себе крайне резкие высказания в адрес российских СМИ. Не Геремеев, а вы имеете в виду... По-моему, вчера было его заявление тоже. Да. Да. Значит, все первые лица Чеченской Республики выступили по этому поводу. Значит, мы помним, как 22 апреля Кадыров наехал на Следственный комитет и заявил, что он не позволит федеральным правоохранительным органам кого-то там арестовывать. Да, на территории, да. И были очень резкие заявления по поводу СК. Потом он как-то замолчал. Видимо, ему объяснили, что... Значит, его куда-то занесло не туда. И мы видим, что это вторая истерика Кадырова, которая происходит на протяжении этого года. Я согласна с Венедиктовым, что она непосредственно связана с расследованием дела в убийстве Бориса Немцова. И что тот факт, что скоро дело будет рассматриваться в суде, и публично будут названы люди, которых Кадыров также публично называл героями России и так далее, что они будут названы как люди, которые были исполнителями убийства Бориса Немцова, это то, что его очень волнует. Нам сейчас нужно прерваться буквально на три минуты. Об остальных версиях и о теме заявлений Рамзана Кадырова мы еще поговорим. Это особое мнение Евгения Альбакса. Так, ну вот, Алексею Анатольевичу 408 тысяч рублей придется выплатить сенатору Саблину. Ну, хоть не 10 миллионов. Идентифицируйте его сами. Это в смысле Навального? Ну, ему терять уже нечего, после дела Киров-Леса. В общем, да. Они могут описать у него там есть партбрег, там, чашка, кружка. Нет, а по-моему, они ему обязаны оставить столько стульев, сколько у него членов семьи, а остальное могут вынести. Я даже не представляю себе, чего они... Ну, беговая дорожка у него там есть, наверное, могут вынести. Телек могут вынести. Телек. Не свеженький у него, я боюсь. Не свеженький. Вообще, надо Навальнусь. Так нехорошо тебе. По четвергам, после 16 часов, слушайте программу «Не глянец» с Дарьей Пещиковой и Екатериной Конаковой. Блок аут. По четвергам, после 20. Новости благосферы. Лучшие комментарии к событиям недели. Звездные блоги и главные блогеры страны в программе Ирины Воробьевой. Блок аут. Каждый четверг, после 20 часов. Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная. Как это ни странно. Бесполезно просто задавать. Абсолютно не сомневаюсь. Категорически не согласен. Именно поэтому... На самом деле, насколько я понимаю, есть, конечно... Как бы это сказать, слава Богу. Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Парховенко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10. Три четверти россиян проживают в городах. В мегаполисах кипит жизнь, и ночью и днем мы получаем городские новости. Мы, городовые Голубев и Позняков, рассказываем о самых важных из них. Полезные городские сервисы, громкие расследования и любопытные цифры. Все, что важно и интересно. От Калининграда до Владивостока. Слушайте программу «Городовые». Ведущие Андрей Позняков и Алексей Голубев. В субботу после 10 вечера. Здравствуйте, всем привет. Петр Мамонов, «Золотая полка». Программа «Золотая полка» теперь выходит в ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи. Желаю вам много-много чудесных, обычнейших, рабочих, нормальных дней. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Это «Особое мнение» главного редактора журнала «Нью Таймс» Евгения Альбац. И все-таки, какие еще у вас есть объяснения этому поведению не только главы Чечни, но и его ближайших соратников? Потому что там подковерная борьба, понятно. Причем здесь СМИ, правозащитники и оппозиция. Потому что Кадыров не может напрямую написать «Бортников». Я сижу и 24 часа в сутки думаю, как бы мне взорвать твой автомобиль. Я желаю долгих лет жизни господину Бортникову. Это дело он пытается делать опосредованно. Я думаю так. Хотя, возможно, я не права. Я хочу, кстати, сразу сказать Рамзану Кадырову, что я, господин Кадыров, не боюсь, боевиков его не боюсь, пугать меня совершенно бесполезно. Мнение я высказываю исключительно свое, но не имеет отношения к сотрудникам и ведущим «Эхо Москвы», равно как оно не имеет отношения к журналистам журнала «Нью Таймс». Вся ответственность исключительно моя. Я также хочу вам сказать, господин Кадыров, что это оскорбительно слышать от ваших людей тем, кто, как я, был в Чечне во время Первой войны и во время Второй войны. Вам вообще должно быть стыдно за то, что вы себе смеете говорить. Потому что, если бы не мы журналисты, то вас бы в Чечне тогда, в 1994-1995, уничтожали бы, и никто бы об этом даже не знал, что происходило и в Семашках, и в Горящем Грозном, и во многих других местах Чеченской Республики, когда там уничтожали целые села. Это такое бесстыдство со стороны Кадырова, говорить это в адрес журналистов. Просто оскорбительно все это слушать. И уж, конечно, когда нас учат Родину любить люди, которые на протяжении десятилетия от большой любви к России стреляли в солдат федеральной армии, как тот же человек по кличке Лорд, это вообще за пределами добра и зла. Просто за пределами добра и зла. Вот как-то нам оставьте наше право любить нашу Родину так, как нам это кажется удобным и правильным. Вторая версия заключается, моя версия заключается в том, что власть сейчас оказывается перед довольно сложной дилеммой. На наших глазах обрушивается все то, на чем здесь действует российский бюджет, российская власть на протяжении всего правления Владимира Путина, а именно на нефтяных ценах. Вот мы в журнале опубликовали график цен начиная с 1975 года. Просто видно вот эта плата, которая была в нефтяных ценах начиная с середины 80-х годов и вплоть до 2003 года, когда цены пошли вверх. Вот на протяжении почти 20 лет, чуть меньше, 17 лет, цены были очень низкими. То есть понятно, что сейчас начинается долговременный тренд. Это не то, что происходило в 2008 году, когда цены обвалились, потом вернулись. Нет, мы видим, что это долговременный тренд, начался цикл низких цен на нефть. И это значит, что все упования российской власти, что вот-вот цены поднимутся и будет им опять счастье, не имеют с собой никакого основания. Я думаю, на Гайдаровском форуме было отчетливо видно, что и Лукаев, который весь прошлый год генерировал оптимизм, что мы дно уже достигли, и остальные, в общем, понимают, насколько тяжелая ситуация. Что это значит? Это значит, что у российской власти больше не будет возможности платить за лояльность. Платить за лояльность не только пенсионерам, это меньше из проблем российской власти. А платить за лояльность главной электоральной группе, группе поддержки российской власти, это силовиков, которые за эти годы привыкли к этим феерическим совершенно и зарплатам, и квартирам, и кусочкам здесь скважина, там колодец, тут газовая труба и так далее. И это ведь одна из причин, почему, если вспомнить гибель империи Егора Кайдара, гениальную абсолютно его книгу, почему обрушилась советская власть. Потому что, с одной стороны, у широких слоев не было никакого представительства, с другой стороны, органы, которые должны бы эту власть защищать, они этого не хотели уже делать. То же самое, кстати, происходило и летом 1917 года. И Рамзан Кадыров своими заявлениями пытается Кремлю показать, что его нельзя лишать этих татарцев? Совершенно верно. У вас догадка, Таня, мне кажется, очень обоснованная. Не Рамзан Кадыров, а Рамзан Кадыров вместе с Кремлем, или с теми, кто консультирует Рамзана Кадырова из кремлевских людей, он говорит примерно вместе с Кремлем следующее. Да, конечно, мы помним, что происходило и с чекистами, и с милиционерами в 1991 году, когда заканчивался Советский Союз. Так вот, есть эти ребята в Чечне, которые дважды не подумают, придут и отрежут голову каждому, кто здесь попробует высказаться против российской власти. Это такая, конечно, угроза, такая широкая, что помимо коррумпированных правоохранительных органов есть совершенно особая сила, которая применялась и во времена царской России против революционеров, и которая может быть применена и сейчас. Это вторая, так сказать, моя гипотеза, да, потому что мы что-то, что-то тут есть, чего мы не знаем, Таня, и не понимаем, потому что вот то, как Кадыров позволил себе распоясаться в последнюю неделю, ну, собственно, такого не было с апреля месяца. И то, когда было несколько резких заявлений самого Кадырова, но остальные молчали, а сейчас заговорили все. Ну, и молчит Кремль. Молчит Кремль, мы не видим вообще никакой реакции. За исключением Эллы Панфиловой и Абдусмана. И надо отдать, я очень ей благодарна за то, что ей хватило смелости высказаться по этому поводу, потому что, ну, и, собственно, Нарышкин очень аккуратно высказал спектр российского парламента. Все остальные вообще молчат. Смельчики наши, которые всегда размахиваются, значит, не пойми, чем по отношению к Америке, которая находится там за 5000 миль отсюда, километров отсюда. А вот у Эллы, так сказать, она не побоялась и сказала, что она думает об этом. Очень много вопросов тоже про реакцию Кремля. И я думаю, что первых лиц государства нет ни уровня депутатов, понятно, что уровень президента и премьера. Отсутствие их реакции, с чем вы связываете? Потому что это часть, а не часть. Это как бы вот их последний такой вот, когда здесь начнет обваливаться, да, им кажется, что вот в этот момент на белом коне по Калужскому в Сусе или по какому-другому въедет в город Кадыров со своими людьми, и тут никому мало не покажется. Я думаю, что... Возникает вопрос, кто у кого в заложниках, если уместно это слово. Ну, я думаю, что Путин-то абсолютно убежден, что он в любую секунду сможет одернуть Кадырова, и тот возьмет под козырек. Но люди же, вы понимаете, ведь люди, к сожалению, плохо задумываются о том, что ситуация может развиваться не так, как им сейчас кажется. Особенно такие люди, которые привыкли управлять ситуацией, как это было с Путиным на протяжении всех последних лет. Нам сейчас нужно сделать перерыв несколько минут, и я думаю, что мы переменим тему, и про экономику, может быть, немного еще поговорим. Я напомню, что эта программа «Особое мнение», и главный герой этой программы Евгения Альбац. Вы можете присылать свои вопросы на номер 7-985-970-4545, а мы скоро к вам вернемся. На меня, кстати, я прожила тем, что «Известия» это опубликовали. Вот это неприлично. Ну, это не первое неприличное, что опубликовали «Известия». Я понимаю, но это уже совсем как-то... Ну, выход за пределы соцсетей – это интересно на самом деле, потому что у этого, там, кто там читает эти соцсети, а тут все-таки тираж... Но мы же понимаем, что такое Арам Ашотович. Мы отлично понимаем, что Арам Ашотович не мог это опубликовать, не посоветовавшись с людьми в Кремле. Правильно? Ну, случайно, конечно, не могло там это оказаться. Нет, мы слишком хорошо знаем, что такое Арам Ашотович. По информации источников газеты «Ведомости» Светлана Веронюк, вероятно, займет пост главы департамента маркетинга и коммуникаций. Впрочем, пока нет ни официального подтверждения, ни опровержения этой информации. Веронюк возглавлял агентство «Рея» на протяжении нескольких лет и покинула его в период реорганизации. Генеральный директор российской национальной библиотеки освобожден от должности. Такое решение в отношении Антона Лихоманова принято правительством. О кадровых изменениях сообщила пресс-служба Министерства культуры. Ранее именно это ведомство раскритиковало деятельность директора. В Минкунте посчитали, что он неправильно распорядился бюджетными средствами при строительстве нового здания для библиотеки. Лихоманов отвергал эту критику. Часть коллектива организации подписала открытое письмо в его поддержку. Вступило в силу решение Мосгорсуда о пожизненной блокировке 13 ресурсов с пиратским контентом. Среди них популярный торрент-трекер Рудор. Пресс-служба суда сообщила, что ответчики не обжалованы решения о закрытии ресурсов в установленные сроки. Ранее с иском к сайтам обратились правообладатели. Еще один известный ресурс Рудтрекер пока избежал блокировки, потому что такое решение Мосгорсуда обжаловала музыкальная группа под названием «Кобыла и трупоглазые жабы». Коротко о погоде в конце этого выпуска. От 7 до 9 градусов мороза сегодня, снегопад, завтра снова снежно и до минус 10. Всеволод Бойко, служба информации «Эхо». Огрев на Гайдаровском же форуме, да, там наговариваете 40 бочек арестанов. Просто тоже есть вопросы про весь этот дауншифтинг и прочее. Я так по твиттеру поняла, что вы там следили. Я была там. Да. Да. Огрев на живописных водных каналах, оценить красоту садов, посмотреть на современные достижения архитектуры и заглянуть в каждую комнату вашего будущего дома. Двухэтажный дом класса «Люкс» в элитном поселке «Миллениум парк» на Новой Риге. Приглашение действует в любое удобное для вас время. Просто позвоните. Сработает, не сработает, сработает, не сработает. Сработает радио или телевидение, пресса или интернет, прямая или спонсорство. Мучает сомнение? Хватит гадать. Мы производим и размещаем рекламу, которая работает. Звоните. 125 05 05. Рекламное агентство «Новые решения». 125 05 05. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921 40 41. Код 495. 921 40 41. Код 495. В этот вторник тема программы «В круге света». «Россия. Страна дауншифтер». У нас в гостях директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Незаместитель главного редактора газеты «Коммерсант» Дмитрий Бутрин. «В круге света». Во вторник после восьми вечера. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВА» представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. В гостях у меня сегодня главный редактор журнала «Нью Таймс» Евгений Альбац. Предваритель программы «В круге света», которая сегодня посвящена стране-дауншифтеру. Так Герман Греф назвал Россию на Гайдаровском форуме. И как раз наш слушатель Сергей из Петербурга просит вас прокомментировать выступление Германа Грефа. Я знаю, что вы на форуме были и внимательно следили. Я думаю, что Греф хотел сказать, мне кажется, что Россия безнадежно отстала. У нее был шанс попытаться хоть как-то наверстать это отставание. И, собственно, вспомните статью Дмитрия Медведева, она называлась «Россия вперед». Один, так я понимаю, хотя мы точно это не знаем, но есть у меня предположение, что один из авторов и этой статьи в том числе был Сергей Гуреев. И, собственно, в этой статье речь шла о том, что России необходимо модернизаться. К сожалению, прошло 7 лет, воссыны не там, и Россия оказалась в той же тяжелой ситуации, в которой оказались Азербайджан, Нигерия и другие страны, которые сидят, Туркменистан, которые сидят на... все, что умеют продавать, так это вот то, что выкачивает из земли. Да. И Герман, собственно, и говорил, Герман Греф, собственно, и говорил о том, что Россия оказалась в числе стран, которые навсегда отстали. Я думаю, что, я не знаю, навсегда или нет, но, во всяком случае, к сожалению, очень надолго, что все эти... помните, когда Путин приходил в президенты, в самом начале, там, шла речь о том, чтобы, да, там, достичь уровня ВВП Португалии и так далее. Ну, вот. Тут нам рассказали про новую стратегию нацбезопасности и, опять же, экономические факторы. Низкая конкурентоспособность экономики России и зависимость от экспорта сырья названы ключевыми угрозами для страны в новой стратегии нацбезопасности. Вообще, вот эти вот все стратегии, объявления и прочее, они хоть на что-то влияют? Нет. Нет, конечно. Это понятно, что ни на что не влияют. Все то, что Россия совершенно сидит на этой нефтяной угле, об этом говорили в середине 2000-х все коммунили. Были, правда, люди, которые утверждали, что, ну, ладно, вот может Россия заработать на нефть и газе, ну, и слава Богу. При этом, понимаете, конечно, были, есть и были свои плюсы. Все-таки, действительно, страна вышла из бедности, в которой она была, в страшной бедности, в которой она была в 90-х. Это правда. И то, что сейчас 25 миллионов находится за чертой бедности, а там 15 лет назад это было 50 миллионов, это важная история. И важная история, что люди как-то сумели, и пенсионеров появилось, какая-то более-менее приличная пенсия и так далее. Но то, что были использованы, то, что фантастические совершенно деньги от нефтяных цен совершенно не были использованы на то, чтобы технологически модернизировать страну, на то, чтобы вложить это в человеческий капитал, в мозги, в то, что, собственно, создаёт сейчас основную прибавочную стоимость во всём мире, вот это, это неопростительная абсолютно вещь. Это колоссальный провал всей политики Путина за последние 16 лет. Потому что всё время казалось, что Путин держит Бога за бороду, что ему всё удаётся. И теперь мы вдруг все так проснулись, и говорят, ой, а где же мы оказались? А как же мы оказались там, где мы оказались? Понимаете? И понятно, что сейчас мир будет дальше уходить вперёд, цивилизованный мир. А нам, к сожалению, болтаться там же, где Азербайджан, Утрукменистан, Нигерия и так далее. — Ну вот, выслушав все выступления на Гайдаровском форуме, у вас есть понимание того, что люди, которые близки к принятию решений, не они принимают решения, мы это понимаем, но они рядом с этим. Они хоть как-то что-то по-настоящему пытаются сделать? — Нет. Или нет? — У меня было ощущение, что они не знают, как быть. Потому что они оказались в вилке. С одной стороны, дефицит бюджета только увеличивается, надо секвестировать уже принятый бюджет, который принят на цену нефти в 50 долларов. А сейчас сегодня были сообщения о том, что мартовские фьючерсы на нефть 30 долларов с копейками. А с другой стороны, будут сокращаться практически все статьи бюджета, с исключением пенсии, трансфертов регионов, и практически не будут сокращены расходы на оборону. То есть они сократятся просто потому, что рубль очень сильно похудел. Но расходы на оборону не сокращаются. И очевидно, что это вызывает абсолютный ужас и у министра финансов, который отвечает за расходную часть бюджета, и у министра экономики, который отвечает за то, чего не будет в ближайшие годы, а именно за экономический рост. И у Центрального банка было очень интересное выступление Ксении Юдаевой на форуме. И она говорила, собственно, о том, что было понятно, если перевести на общедоступные выступления Юдаева, зам преда Центрального банка, она говорила о том, что очевидно, что на ЦНБ сейчас будут давить, чтобы начать печатать деньги, чтобы за счет, значит, большего количества бумажных рублей можно было как-то закрывать финансовые дыры. Но это значит, что население, прежде всего, беднейшие слои будут платить за то, что деньги уходят в большом количестве на войну, на Сирию и так далее. Это может свалить Россию в гиперинфляцию. Юдаева обращалась к премьерам начала XX века. Она говорила о том, что вот, когда не печатали денег, удержались даже после проигрышной японской войны в начале века, и несмотря на революцию 1905 года, царское правительство удержалось от того, чтобы включить печатный станок вплоть до начала Первой мировой войны. И именно это способствовало тому, что после Цусимы и после революции 1905 года страна экономически очень быстро развивалась. А когда включили печатный станок, это было уже в 1914 году, когда началась Первая мировая война, то это, он сказал, Ксения Юдаева, привело, собственно, к политическим потрясениям 1917 года. Из этого выступления стало понятно, что Центральный банк, руководство Центрального банка хорошо понимает, какое давление сейчас будет на них указано, чтобы они начали печатать деньги. Это очень серьезная опасность. Поэтому у меня было ощущение такой растерянности у финансовых властей. И второе, что мне показалось, что растерянность эта связана была еще с тем, что те люди, которые реально принимают решение, а находятся они в Кремле и, прежде всего, Путин, они до конца не отдают себе отчет всей той сложности ситуации, в которой оказалась страна. Ну, уже не первый год длится эта сложная ситуация. Нет, нет. Им все время казалось, что год назад, смотрите, как интересно, вот год назад, когда население бросилось, когда в декабре 2014 года обрушился российский рубль, население бросилось скупать там электронику и так далее, третий холодильник, четвертый телевизор и так далее. А сейчас опросы Сбербанка показали, что люди ожидают плохого и относятся к этому совершенно с таким футализмом. Они понимают, что дальше будет хуже. А власть тогда всех пыталась убедить, и же Путин уже об этом все время говорил, что пик кризиса уже пройден, или это ненадолго, и надо немножко подождать, и цены поднимутся, и так далее. Понимаете, мы еще раз убедились, что у Кремля, у Путина чудовищная экспертиза. Это чудовищная абсолютная экспертиза. И цифры, которые ему дают, и... То есть я понимаю, что около Путина концентрируются люди, которые приносят ему хорошие новости. Так было с политбюро СК КПСС, куда добегали те, кто могли принести людям, у которых физиология стала фактором их... фактором стала внутренней и внешней политики Советского Союза, которые ждали только хороших новостей. Вот у меня полное ощущение, что вокруг Путина сейчас тоже группируются люди, которые кладут ему на стул хорошие новости, то, что он хочет прочитать. И поэтому у Путина нет отчетливого понимания той катастрофической ситуации, в которой действительно сейчас оказалась страна, поскольку она совершенно оказалась не готова к этому обваловаться. А это надолго. А как же Алексей Кудрин, на которого уповают все, и у которого вроде как есть... Я понимаю, Алексей Кудрин, насколько я понимаю, последний раз был у президента в октябре месяце. И Алексею Кудрину противостоят те, кто находится в постоянном контакте с Путиным, а это совершенно состоящие из пяти кантропов, Совет Безопасности. Во главе с главным пяти кантропом, главой Совета Безопасности, господином Патрушевым. И там находится в близком приближении господин Глазев, который рассказывает, как сейчас надо напечатать, черт, значит, кучу денег, и будет нам счастье. Вот. Очевидно совершенно, что вокруг президента группируются люди, которые ему говорят то, что он хочет услышать. Иначе, понимаете, мы же читали то, что он говорил в интервью Бильду. Но очевидно совершенно, что у Путина нет адекватного понимания и о состоянии золотовалютных резервов, и о состоянии резервного фонда и так далее. То есть, очевидно, ему кто-то дает другую информацию. Состояние экспертизы у российской власти просто вызывает колоссальную тревогу. Закончится ничем хорошим, это, видимо, не может. Нет, будет хорошо, все будет хорошо, Таня. Заряжаем воду. Да, нам будет счастье, и будет нам счастье. Ну, просто вот у нас слушатели-то спрашивают, на что уповать, например, бюджетно. Только на себя. Только на себя. На себя и на своих близких. И на что больше. Ну да, и на то, что, может быть, бюджетную сферу бросят. Нет, нет, нет. Надо искать возможности подзаработать, не надо выкидывать деньги на ненужные совершенно вещи, не надо покупать золото, не надо покупать акции, не надо покупать холодильники и ненужные третьи и четвертые телевизоры. Надо отчетливо понимать, что впереди нас ждут довольно тяжелые годы. Покупайте соль и спички. Нет, соль и спички не обязательно, я просто думаю, что людям надо искать... У меня принцип очень простой. Найти еще одну работу. Спасибо большое. Это главный редактор журнала New Times Евгений Альбац, эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. Счастливо. Спасибо. Эх. А я куплю соль и спички на всякий случай. А что вы с ними будете делать, Нань? У меня газовая плита, Жень. А чего? Ну, что вы с ними будете... Нет. И солить. Солить и жечь. Знаете, я помню, когда Голованов, однажды счастливый, приходит совершенно домой с мешком сахара. Я говорю, Слак, ты с ума сошел? Он мне говорит, ты не понимаешь? А сахар уже был по талону. Он говорит, ты не понимаешь, мы сейчас будем на все обменивать сахар, и надо там машину починить, а у нас сахар есть. В общем, этот сахар так и остался стоять. Да, ну? Я куплю мало спичек и мало соли. Только для собственного использования. Не, я не вдумывала. Все на дачах лужайки картошкой засадут. Картошку же не купили. Правильно Женя говорит. Все правильно. Сглазили. Сглазили. Сглазили.